Друзья, приветик! Это видео решила записать для тех людей, которым, как и мне, интересна тема финансовой свободы, свободы времени, свобода передвижения, путешествий. Такая солнечная погода, что меня засвечивает. Спонтанное короткое видео, но очень захотелось с вами поговорить. Вот недавно, вот совсем пару дней назад, я случайно стала свидетельницей разговора двух молодых людей, которые работают на работе, насколько я поняла, работают они посменно, и они обсуждали вопрос того, что они, в общем, пришли как донор издавать кровь. Ну, я случайно, я просто рядом находилась и услышала их разговор. Насколько эти ребята не владеют своим собственным временем. Знаете, когда вот живёшь уже определённым стилем жизни, в определённом ритме, ты как-то на это не особо обращаешь внимание и, может быть, не до конца вот ценишь. А в такие моменты я в очередной раз переоценила, ещё больше оценила то направление, в котором развиваюсь я. Так вот, о чём речь шла у этих ребят. Оказывается, если ты идёшь донором, то тебе на работе дают дополнительный выходной. И вот если один другому говорит, я сегодня в ночь, но я сегодня, значит, в ночь не иду, потому что я сегодня донор, и завтра у меня выходной, потом ещё в любой день, он с такой важностью, в любой день я потом могу выбрать один день и не пойти на работу. И второй очень вдохновился, говорит, вау, круто, я этого не знал. И я вот так сидела, просто вынужденно так случилось, что я слышала этот разговор. Я думаю, насколько люди не владеют реально своим временем, насколько они большую часть своей жизни отдают работе, с которой они мечтают поскорее уйти. И для чего они это делают? Для того, чтобы... У каждого я понимаю своя мотивация, я уважаю всех людей, которые работают на работах, каждый труд я реально ценю. Но я в очередной раз понимаю, насколько люди не обладают, не владеют своим временем и хотят обладать этим временем. Ребят, если вот вам сейчас эта тема актуальна, если вам интересна тема финансовой свободы и независимости от денег, если вам интересна тема свободы времени, свободы путешествий, свобода перемещения, сейчас, вот буквально сегодня, сегодня у нас 26 октября 2019 года, сегодня у нас знаковое событие в сообществе Be Happy 24. Сегодня мы участниками сообщества, так сказать, сделали первый шаг в новое направление. Мы сегодня стартуем в новом направлении. Мы разработали свой продукт, целью которого является за ближайшие 7 лет на основе нашего опыта, на основе опыта наших наставников в ближайшие 7 лет создать сообщество людей, которые станут мастерами финансовой свободы. Если вам интересна, еще раз, финансовая свобода, если вам интересна свобода времени, свобода путешествий, создание множественных источников дохода, экологичных источников дохода, которые нацелены на пользу другим людям, пользу миру, напишите либо в комментариях под этим видео, либо напишите мне в личку, что вы хотите попасть на закрытый предстарт. Вот-вот уже буквально в ближайшие дни мы начинаем мощное движение. Эти люди, которые стартуют вместе с нами, соответственно, смогут достигать те результаты, о которых каждый мечтает, у каждого это свои цели, у каждого свой уровень финансов, который позволит быть финансово свободным. Поэтому я решила записать это видео. Возможно, для кого-то это будет полезно, возможно, кто-то увидит для себя шанс развиваться совместно с единомышленниками. Какая прекрасная погода сегодня, не правда ли? Все, ребят, на этом сообщение буду заканчивать. Буду рада пообщаться с вами, пишите комментарии, задавайте вопросы. И если вам интересно развиваться в тех темах, которые я только что перечислила, буду рада видеть вас в числе своих подписчиков. Подписывайтесь в мой Телеграм. Ну и, возможно, будем и развиваться в собственной BeHappy24. Также вместе буду рада видеть вас в моей команде, если мы друг к другу подойдем. На этом все. Пока-пока. И цените свое время, потому что это реально ценно. Не нужно его отдавать туда, куда вы не хотите. Это ваше время. Используйте его для творения, для самореализации, для достижения своих целей, а не для достижения тех целей, которые кто-то поставил, а вы ему просто помогаете их достигать. Ну все. Пока-пока. До скорой встречи. На связи с вами была Ольга Барабанова. Пока-пока.